Волонтерский центр Единой России и ОНФ продолжает свою работу. В связи с пандемией коронавируса более 140 пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, уже обеспечили необходимыми продуктовыми наборами. В первую очередь оказывается помощь тем людям, которые проживают одиноко. Это те люди, которые в первую очередь нужна не только помощь, им нужно внимание, чтобы к ним постучались в дверь, чтобы спросили, как у них дела. В этот трудный период для всех абсолютно без исключения. А представляете, человек сидит один, и когда к нему сегодня приедут молодые ребята из молодой гвардии с хорошим настроением и скажут, как дела, что вам еще надо. Галина Афанасьевна – инвалид второй группы, живет вместе с мужем. От души растрогана таким визитом. Говорит, что внимание пенсионерам сейчас действительно необходимо. Настолько все немо, глухо, кругом. Мы никому не нужны. Как не нужны? Мы же приехали. Мы же приехали. Волонтерские бригады созданы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Молодая гвардия «Единой России» принимает в их работе самое активное участие. Главное, говорят ребята, соблюдение необходимых санитарных правил и хороший настрой. Когда ты приходишь к нуждающимся людям, они встречают тебя, честно сказать, как-то нерадостно и зажато. Но когда ты уже от них уходишь, это совершенно другие люди, счастливые, открытые, которые провожают тебя уже улыбками. И невозможно остаться равнодушным ко всему этому и не принимать участие. Хотелось бы призвать всех людей, как сейчас еще многие говорят в связи с карантином, делать нечего. Делать есть чего. Присоединяйтесь, помогайте. Будем взаимодействовать. В перечне нуждающихся 244 семьи. Кто-то отказывается от продуктовых наборов, кто-то и вовсе не проживает по указанному адресу. Поэтому и ведется предварительный обзвон. Однако волонтерская работа ведется не только в Одинцове, но и по всему округу. И если оставить заявку, позвонив по телефону горячей линии 8 495 593 44 56, помощь придет. Я думаю, что люди, которые помогают, они испытывают колоссальное удовольствие. И этого не будем лишать. С другой стороны, поможем, я думаю, большому количеству людей пережить это время. Я уверен, что все будет хорошо. Но сейчас нужно помогать. Напомним, что жителям старше 65 лет рекомендовано с 26 марта по 14 апреля находиться в режиме самоизоляции. Следуйте рекомендациям, берегите себя и будьте здоровы. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.